здравствуйте дорогие мои друзья я очень рада вас приветствовать на моем канале пришла весна и у нас конечно с вами садовые заботы вот я сейчас нахожусь на плантации черной малины но иногда я ее называю ежемалины она что-то гибрид между ежевикой и малиной вот как вы видите вот такой вот вкус но он не просто так образовался в результате того что я весной прищипнула видите вот здесь макушку вот обрезала и вот у меня такие получились как будто веер вот такие побеги но вот здесь вот я не обрезала и сейчас нужно будет не обязательно вот весной обрезать все это очень сильно увеличивает урожайность это ягоды потому что представьте что вы сейчас на этих вот всех побегах будут я что был бы один длинный стебель который сползает свисает вниз и и вот таким образом вот когда вот так много веточек и все они будут усыпаны ягодками так что друзья мои вот такой способ обрезки он очень эффективный его нужно обязательно такой способ обрезки применять когда начинает отрастать новые побеги это где-то в начале июня в середину июня в зависимости от того в какой природный так сказать вы в каком природном районе вы живете в природной зоне вот и как только вы подрастают они где-то где-то как только они вырастают и начинаете спускаться вниз вы обрезаете где-то вот около метра высотой и вот он такой вот веер если вы хотите еще больше увеличить но связи с тем что я вот как бы не успела то можно еще вот так обрезать здесь еще пойдут сейчас вот отсюда пойдут весной побеги представьте сколько будет просто усыпано но что дальше нужно будет сделать то есть каждую вот такую веточку нового побега нужно будет обязательно обработать и шпалеры связать по три-четыре штуки и между этими шпалерами должен быть проход если не будет прохода она очень колючая вы просто не сможете собирать ягоды и у нее такая вот есть склонность она падает вниз поэтому нужно обязательно вот так вот все вот их связать по четыре и вы представляете что вы сейчас когда пойдут ягодки вы подходите и все это аккуратно собирается себе ведерочка и и как бы вот и никаких проблем нет так что друзья мои вот такой вот способ я очень к этому как бы методу способ ушла не один год потому что ну как бы я дни от кого не слышал что нужно так делать действие что одна моя хорошая знакомая она тоже садовод вот она мне такому как бы вот научилась нужно прищипывать и потом уже я сама поняла что ну потому что вот такие делать в полеры иначе просто невозможно она очень колючая но очень вкусная ягода потому что она во первых у нее очень много йода она такая очень хорошо можно применять ее в кулинарии замораживать украшать торты и очень вкусно из нее варенье если малину и вот это вот ежемалину и ее как бы вместе 50 на 50 варить варенье это просто объедение очень-очень вкусное так что друзья мои вот такой у меня способ обработки вот этой черной малины я вас я вам рекомендую такая получилась у нас шпалера друзья мои вот такие если меня получилось 7 штучек то есть как бы два кусть даже в три из трех костиков здесь четыре там два здесь два вот я их связала если у меня был с прошлого года еще бит колышек и к этому колышку я их приделала вот такая получилась аккуратненькая очень даже нежевичка и же малинка которые вот у меня здесь около нее есть место как я уже вам говорила я могу ее обойти и что еще бы хотел добавить что если внизу у вас будут какие-то недоразвитые значит прошлогодние вот новые побеги то вы их безбожно отрезайте от них ягод не будет они только единство что будут мешать вообще а ягод от них хороших не будет нужно оставлять крепкие вот такие вот видите и что еще один момент вот видите уже начали пробиваться почки видите вот сейчас нужно срочно и немедленно все это делать потому что тогда когда уже развернутся листочки лист и будут почки уже такие более насыщенные уже сочные вы просто когда будете обрезать и ходить вы будете их отламывать и естественно урожайность от этого у вас уменьшится поэтому друзья мои я еще раз всех вас приветствую на моем канале будет очень много интересных видео из моего личного опыта по уходу за садом за огородом вот так что я вас всех приглашаю подписываться на мой канал и не только будем с вами путешествовать и кулинарить друзья это у меня такой домашний канал которым это вся моя жизнь и все мои увлечения все мое все мои какие-то желания и задумки здесь вот все я буду вам рассказывать что и как так что друзья подписывайтесь я очень рада буду что вы будете рядышком со мной во всех моих делах и до будущих встреч